О доступности города мы неоднократно рассказывали в наших сюжетах. Людям с ограниченными возможностями стало практически невозможно перемещаться по Одессе из-за высоких бордюров, отсутствия нормальных дорог и пандусов. И эту проблему городские власти решать пока что не спешат. А как быть тем людям, которые по вине коммунальщиков уже больше месяца не имеют возможности покинуть собственную квартиру и выйти на улицу из-за неработающих лифтов? Подробнее в нашем сюжете. Многоквартирный и многострадальный дом по улице Заболотного, 38. Здесь проживают преимущественно пенсионеры, причем с самого первого дня, как дом был сдан в эксплуатацию. Своему зданию уже более 35 лет и неудивительно, что оно требует ремонтных работ. По словам местных жителей, все, что делалось в парадном, делалось за собственные средства. Это и замена дверей, и покраска стен. Да что говорит, даже лампочки жильцы меняли самостоятельно. Придомовая территория убирается из рук вон плохо, а во время дождей двор постоянно затапливается. Люди делают на своих площадках как могут сами. Парадные раньше хоть раз в месяц мела уборщица, сейчас ее нет вообще. Значит, если когда-то были проблемы у нас с лифтом, двигатель мы покупали за свои деньги, собирали люди. Но это давно было уже. А если ломается лифт, то значит так, один день поработал, вот сейчас он с 11-го числа у нас не работает. Вот. Ну и двор очень плохо убирается. Тут еще как-то вот дворник убирает, а наши окна выходят за дом. Там вообще и ночлежки, и что угодно может быть. Вот. Вот. Вода идет потоком, и нам по косточке тут не пройдешь. А вдоль дома тоже нельзя пройти. Посмотрите, что вдоль дома, какая отмостка. Это из года в год. Никому до этого дела нет. При входе в парадные не предусмотрен какой-либо пандус. А ведь в доме живут несколько инвалидов-колясочников. Самое ужасное во всей ситуации то, что более месяца в нескольких парадных не работают лифты. На сегодняшний момент тоже как бы вот мы собрались. Кто возможен собраться с этой подъезда. То есть, ну, как бы решить эту проблему. Потому что, ну, это невозможно. У кого-то дети, у кого-то, ну, грубо говоря, тоже пожилые родители. Тоже им это проблематично спуститься, например, там, с седьмого этажа. То есть, грубо говоря, с восьмого этажа. То есть, так же по дням. Ну, это же, вы понимаете. То есть, постоянно как бы куда-то нужно выйти, куда-то сходить. Ну, лифт не работает, это проблематично. То есть, дети вот тоже. Детки с седьмого этажа тоже как бы тоже. Им это тоже проблематично, будем так говорить. На восьмом этаже у меня соседка. То есть, она инвалид. Ей вообще-то, чтобы как-то спуститься без лифта, это вообще. То есть, вот лифт не работает. То есть, женщина постоянно дома находится. Ей же тоже на свежий воздух надо выходить. И, я не знаю, как-то прогуляться. В больницу даже, будем так говорить. Последних, очевидно, уже лет десять. Он так. День работы, три нет. А в последнее время, вообще, два часа работы, а потом несколько дней заявки делаем. Отвечают, что поможем. Приедут, сделают. Пару часов поработал и снова. В последнее время, вот уже, наверное, недели две, вообще не работает. В доме живет большое количество людей, которые не в состоянии. По состоянию здоровья выйти на улицу, подышать воздухом. Представьте себе, практически целый месяц жаркого лета. Многие из жильцов попросту не могут выйти на улицу. Ни в поликлинику добраться, ни в магазин за продуктами. На все обращения в коммунальные службы и даже на горячую линию мэра ответ люди не получили. Третью неделю я не могу выйти на улицу. Очень обидно, потому что была жара, не выходили. А теперь из-за вот этого. Но у меня муж 78. Сердечник с очень серьезными сердечными проблемами. И вот, когда он должен идти, я выпадаю с балкона и выглядываю, дойдет он или не дойдет. Но когда это один день, это одно. Но нам же нужно жить, нужно же продукты купить, нужно же в аптеку сходить. Поэтому очень тяжело. Сказать тяжело – это не то слово. Просто уже жить невозможно так. Зинаида Ивановна всю свою жизнь проживает в этом доме, на восьмом этаже. Несколько лет назад из-за тяжелой болезни женщине ампутировали ногу. Уже практически месяц, как человек не по своей воле не может покинуть собственную квартиру и выйти на свежий воздух. Более того, по словам жительницы, лифтеры умудряются хамить и оскорблять, когда к ним обращаешься за помощью. Не знаем, что делать. Уже больше месяца лифт не работает. Я не могу выйти. Вот, посмотрите, пожалуйста, вот эта вся моя улица, окошко открыто, подышало воздухом и все. Я решила позвонить вам. Спасибо, что вы приехали. Помогите, пожалуйста. Хоть бы нам сделали вот этих два метра дороги, чтобы я бы выжила выйти на Костыляк и на протезе до дороги. Понимаете, лифт не работает. Я даже вот по этой лестничке, пока от лифта до низа я еле спускаюсь. Вы представляете, с восьмого этажа. Девочки все время звонили тоже. Значит, один номер телефона дает, другой, третий. Потом третий дает первый номер, так вот по кругу целый месяц. Но платежки, извините меня, мы получаем регулярно за лифт. А он у нас больше не работает, чем работает. За продуктами и медикаментами женщине ходят добрые соседи. Зинаида Ивановна рассказывает, как пережила самые жаркие дни в одиночестве в квартире. Ой, в жару самую. Конечно, вот у меня один вентилятор и второй в комнате. У нас даже нет денег поставить кондиционер. Вы понимаете? Нету. Ну просто не хватает материальных, чтобы поставить кондиционер. Ходила сверху мокрая простынь, одевала на себя и ходила по квартире ездила. А здесь все мокрое, все это ужас какой-то, кошмар. Вот вам и весь яркий пример заботы нынешней городской власти об одесситах. Вот так выглядит на деле городская программа по замене и ремонту лифтов. Месяц. Только представьте себе, целый жаркий месяц лета люди не имели возможности выйти на свежий воздух. Точнее, кто молод и в хорошей физической форме, тот, конечно, мог спуститься и подняться по лестнице. Но каково было не только пенсионерам и инвалидам, а молодым мамам с детьми и колясками? Сколько усилий нужно было предложить, чтобы по ступенькам подняться на шестой, седьмой, восьмой или того хуже, на девятый этаж? И как часто в сутки вы можете себе это позволить? Возмущает еще и странное поведение коммунальщиков. Неужели в городе с миллиардным бюджетом нельзя найти средства, чтобы облегчить жизнь одесситам? Денис Шацила, Андрей Терещенко, телеканал Круг.